привет всем с вами снова день и сегодня мы приехали в аугсбург осматривает е-класс е-250 кабрио сейчас будем делать тест драйв уже договорились машины будем проводить через нашу фирму потому что у человека наличные пойдемте по теме безналичного и наличного расчета много спрашивает как рассчитываться в автосалоне бывает по-разному например у этот автосалон не берет наличных другой автосалон берет наличные и когда мы уже звоним дилеру в автосалон я всегда спрашиваю берете вы наличные деньги или нет если наличных денег не берут нужно проводить через фирму которая берет наличные деньги то есть это вот приехал человек в германию посмотрел несколько автомобилей но деньги с собой привез наличкой приехал автосалон mercedes mercedes ему говорит мы наличку не берем ищите фирму они позвонили нам пожалуйста прийти посмотрим вместе машину если с ней все в порядке то мы оформляем ее через вас мы вчера приехали человек уже сам посмотрел ее то есть нам сегодня нужно сделать провести сделку купить машину оформить договор на себя оформить договор на него поехать в банк отправить деньги и потом забрать машину сделать таможенную декларацию и машина уедет к себе домой то есть вот такой вот процесс будет проходить если наличные деньги фирма а продает дестакар дестакар продает человеку и делает все таможенные документы все номера и все остальное то есть и за это мы берем 15 процентов от мдс минимум и минимум 600 евро минимум руки вверх да он даже прокручивает вот это да так это дрифт кар поддержка хорошая на в этих сиденьях очень нравится прям я уже кафону даже надо сдуть немного потому что прям что-то она очень поддалгивает да споймал а чёрт побери плохо рули до у меня он все сбросил но не предупредил что сбросил опять зеленый руль зеленый же руль до поворачивай ну пожалуйста не хочет люди скажут что он творит он делаем я за то чтобы закрыть крышу сейчас помимо этого мы покупаем машину онлайн и за нее дают бмв 330 купе в м пакете с красными сиденьями 7200 ребята у нее нет сервисной книжки у нее пробег 164 она из четвертых рук 7300 али 94 зачем ты ее берешь за эти деньги я думаю максимум 47 300 капец короче друзья у нас ешка 250 кабрио что важно в кабрио в кабрио важно смотреть потолок на чтобы он не был порван чтобы он открывался хорошо чтобы не было никаких трещин нигде никаких зазоров ничего вообще нигде водичка не протекала то есть это особый такой вид автомобиля который нужно беречь хранить гаражи и мыть с особой мойки то есть этот автомобиль будет ездить по побережью обычно берут их кабрио по побережью там возле моря прокатиться посмотреть там там с девочками да вот семь тысяч пробега 2015 год то есть четыре года машине короче у нас по краске по краске у нас все нормально ничего не делали ничего не перекрашивали открытие считайте сами за сколько открылась мы сейчас проверим бачок сзади который ты хотел посмотреть на максимум будет или нет чтобы у нас масло было достаточно как он вверх поднимать я испугался да прям без проблем даже но не пробег небольшой как хорошо теперь сюда масло половина тут у нас это блю баку как часто заливать заливает цель блю в зависимости от того первых как едешь 10-15 тысяч это так примерно сервисная книжка кстати у нас только один сервисный все одна сервисная вытяжка сейчас будем спрашивать где остальные у нас 1 18 тысяч пробега было то это парк шайбы специальная шайба для парковки в местах где указана парковка с такой шайбы то есть вы в германии когда приезжаете да то есть у вас есть вы видите на на знаке вот такая вот вот такой знак на вам обязательно нужно положить на что получите штраф за то что просто она не лежит в лучшем случае до до стекло то есть ты например приезжаю сейчас время 1430 ставишь себе 1430 и под стекло кидаешь себе раз и все это давайте проблем никаких не будет если вас парковка на два часа то два часа ты можешь стоять спокойно не что с тобой не случится да но они иногда ходят они хитрые то есть если ты будешь ставить там например выходите ставить еще 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 то есть они машины запоминают они даже иногда идут и мелом по колесу жиг были таки я видел как они маркируют машины не на машине именно на колесе что она стояла и записывает если она увидела на то что или он что машина стоит и нам примеркнулась то есть кабрик он будет виден хитрые они со временем привыкает к этому то их работа профессионал и штрафы выписывать за то что ты стоишь долго то есть лучше всего выйти переставить машину и поставить новую шайбу то есть заново поставить резина 4 миллиметра право это вообще не очень при дожде я прям буду крайне аккуратен видишь у него прям не ниже 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 да снаружи то есть это еще более менее передняя хорошая вот задняя правая ну домой приедешь нужно будет поменять так что у нас еще сколько хозяев у него я даже не знаю два хозяина была ухты что мы приехали нам сказали приезжай будем покупать то есть мы сейчас узнаем все то вот как как есть чистить надо ну ты знаешь на то что они делать ничего не будет то есть они продадут ее потому что нам машина нужно быстро они не чистить не будут не полировать то есть как она стоит так и стоит когда покупаешь как частное лицо и когда у тебя есть время в чем прелесть того когда я приезжаю машину покупать напрямую тебе например ты мне позвонил за там месяц вот есть машина я смотри я приехал чтобы посмотрел ее мы бы оценили ее состояние отдали бы ему там царапины где-то видел на багажнике тоже мелкие были то есть они бы это убрали потом вот где-то есть да и потом вот это вот все пыли они бы все это убрали почистили и машина была бы как один а может быть даже торговались еще на резину заднюю но это происходит только тогда когда есть у него время попробуем сейчас по скидке еще же не разговариваем еще сейчас будем торговаться что тут много чего можно говорить тут сделав подвинуться они или нет так у нас по машине понятно машина нас устраивает хотел сказать за сиденье сиденье по делу сиденье обалденная поддержка то есть когда ты сидишь она тебя поддерживает просто классно но есть огромный минус так как она сильно выглядывает да и ты садишься практически ну вот смотрите то есть сиденье она вот она то есть ты садишься ты постоянно в него упираешься вот видишь соответственно ты постоянно трешься об этом то есть замочишься ты красит свою седуху или садиться нужно прям вот так вот аккуратно вот так и вылазить соответственно так никто не садится никто не будет так вылазить аккуратно всем по барабану машина есть то есть оформляем 28 600 друзья закупились мы машиной теперь осталось только все оформить таможню номера декларации ждем деньги здесь на завтра позвонят скажут приснили деньги или нет и можем кабрио забирать к сожалению не могу сказать куда поедет машина но поедет она в россию вот так таможня декларации оформление это все будет завтра надеемся что придут деньги завтра человеку есть завтра спокойно после обеда уже домой постараемся по крайней мере все сделать вот это была ешка 250 чисто спонтанная вообще прям вчера позвонил вчера приехали помогли деньги загрузили сегодня был такой небольшой осмотр как вчера он смотрел самостоятельно сегодня мы еще допомогли проверили там лакокрасочные сделали тест-драйв и все е-250 кабрио уехал в россию россия оживляется потихоньку потихоньку начинает потихоньку покупать до новых встреч друзья пока и